приветики я вообще-то обещала выйти в прямой эфир и придайте перед этим вас предупредить чтобы вы успели задать свои вопросы но я просто вышла в прямой эфир вот волосы после практик после стольких практик не в самом лучшем своем состоянии вот но не в этом счастье что вам рассказать расскажу я я сейчас нахожусь в индии учусь на преподаватели йоги у меня уже есть один диплом я закончила 1 учительский курс нашей школе школ называется международная федерация йоги патанжеле и сейчас я приехала чтобы получить диплом 2 продвинутого уровня тоже международной федерации йоги патанжеле мне здесь очень нравится my name is я на лондон из капитала в great britain вот так я не осталась шоколада то есть ела шоколадную конфетку если у вас есть какие-то вопросы по обучению в индии по вообще какого про йогу обязательно сейчас задавайте с удовольствием ответ сейчас я сижу в кафешке у нас уже была утренняя практика было у завтрак и вообще первый день когда есть вообще возможность просто посетишь ему каждый день носились бегле мальчики горы просто красота какая красивая не на посмотрите не на вообще ты затмила горнин практикуем мы каждый день у нас два с половиной часа практика утром плюс перед этим рекомендуется выполнять крии очищающей техники самостоятельно вот потом у нас полтора часа лекция мы изучаем шивы самхит это такой первый источник по йоге очень интересные и понятны мне по крайней мере потому что вы таки первоисточники которые не знаю но явно мне надо их с учителем проводить проходить от шивы самхиты пол беды вот потом у нас вечерняя практика два часа и потом вечером медитация медитация у нас длится 50 минут вроде как час обещают ура первый вопрос спасибо русалинка а то ешь тянуть одно время да это обучение в рамках одной и той же школы очень много йога-школ в том числе в аршакеше очень много йога-школ но я волей судьбы попала в эту школу чисто случайно начала заниматься преподавателем этой школы москве еще не знаю существование каких-либо школ и соответственно приехала сюда и учиться в эту школу то что мне очень нравились преподавателя мне нравилась методика подход вообще как люди себя ведут и они мне посоветовали сюда поехать учиться я отучилась на первом курсе поняла что это то что мне нужно что как бы эта школа для меня в общем и приехала вот спустя два года на второй учительский курс так на английском или на русском языке у нас есть здесь учитель джитендра он индус он преподает на английском но также здесь есть учитель татьяна она русская и когда джитендра горе что там на английском нам сразу это переводит вот а татьяна когда проводит занятия на соответственно подписывайтесь на явно нирвану не да тоже вышла приводит то татьяна ведет на русском то есть у нас чисто русская группа вот в этой школе есть группы для иностранцев есть для русских намасте подскажите все кто обучается вегетарианцы нет нет не все вегетарианцы но питание у нас здесь столько естественно вегетарианское плюс она аэровидическое и йогическое и сатвичное то есть только сатвичная пища то есть только свежая приготовлена с благостными намерениями чтобы все сочеталось это на львот не на сегодня позавтракать решила в кафешке вот я принесла всякие кафешки прикольные еще до пресли тут куча всего короче мне кажется объездится вот нет не все вегетарианцы но решите же сам город он чисто вегетарианский то есть так как он полностью посвящен йоге то здесь только все вегетарианское там не продается алкоголя и все такое тут только вот все кто именно занимается йогой не увлекается йогой здесь есть просто какие-то ретриты есть очень много разных обучающих школ тоже тренерские курсы короче вот куда не плюнь я извиняюсь везде все что связано с йогой а всякие аэрведологи всякие массажисты и куча магазинов где продается все 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 для йоги короче рай для йога когда приехала сюда первый раз два года назад накупила кучу всего потом половинами из этого не было нужно поэтому в этот раз я стараюсь ничего не покупать если у вас есть какие-то вопросы с удовольствием на них отвечу то что вышли в прямой эфир просто так так нет мне ничего не охота не рыбу ним не морепродуктов рай для йогов да здесь чисто йогический рай потому что этом предгорье гималаев то есть мы находимся в горах вот наши горы вот и здесь мудрецы различные и раньше может сейчас который в гималаев там как отшельничестве находились они сюда спускались и соответственно там чтобы это проводили какие-то учения наставления и таким образом в речи кеш съезжалось много людей которые стали на духовный путь и таким образом где стали открываться различные йога места ашрамы вот так вот речи кеш стал логическим городом вечером до вечером не то что прохладно вечером холодно мы же находимся в горах и здесь прям вечером холодно ночью холода а днем очень тепло то есть днем прям 27 градусов прям вот хоть в купальнике ходи загора я не знаю здесь купальниках нельзя ходить загорать вот здесь все очень по-егидически и т.д. и т.п. нет по аюрведе я не провожу никаких марафонов потому что я не училась на аюрведу хотя в нашей школе есть курс аюрведы из нашей школе не только йогу преподают но и аюрведу но я не училась не научилась не разбирается даже не очень разбирается в аюрведе да и она мне все время говорит что я веду себя как капха и по мне видно что я капха она ведет себя как пита и по ней видно что она пита так не на разбирается короче энергетика хорошая от эфира спасибо но кстати 13 и 15 числа начнется марафон на онлайн бесплатный йога для йоганутов то есть я недавно проводила марафон йога для чайников а это будет марафон йога для йоганутов семьи совершенно бесплатно точно также буду выставлять задания вы будете выполнять я буду комментировать правильно вы их выполнили или нет вот и что на что вам нужно обратить внимание что вам еще расскажу о вообще свои ощущения от такой интенсивной медитной практики такой интенсивной медитации короче прошло четыре дня практики сегодня 5 но я как бы уже отлетела я отлетела вернусь я думаю только там числа 28 ноября потому что все просто вот вчера во время план практики я поплакала несколько раз никто этого не видел я скрывала вот я ушла во все позиции такие только можно мне кажется глубже вообще никогда в жизни не уходила в эти позиции в медитации первый раз жизни у меня было такое что был таймер но соответственно по таймеру медитируем таня наш учитель ставит таймер и обычно как ты сидишь естественно ну как естественно это все наверное естественно медитации ты ждешь когда таймер жив раз звенит все таки да когда он на 50 минут поставлен а я не ждала то есть я не успела начать ждать и таймер прозвенел а я была уверена я даже думаю не буду выходить то что наверно ну то ли неправильно поставила ну как и такого никогда не было ну мало ли все же чайно там вместо 50 типа 20 поставила минут составляется и вообще в шоке короче ушла в себя вернусь нескоро вот так группа у нас достаточно многочисленная не на сквозь нас 33 человека но где-то так вот в основном сюда ездит уже не на этот раз шестой наверно на втором она 3 тыща была на первом учительской и на ирведи и на его терапии на короче 5 или 6 раз именно в этой школе не на так она была во всех школах подряд вот и да и из нашей группы мы поняли что на самом ли новеньких человек 10 кто вот первый раз и на на втором курсе мы хоть на второй курс не берут есть не прошел первый курс вот а все остальные сюда приезжают даже не второй раз и не 3 и не 4 просто прописывать приезжают просто практиковает тоже даже вот не на например приехала она даже пара ничего ей ты уже не нужен диплом в плане он может и не нужно нужен но не так сильно вот потому что у нее есть уже несколько диплонов лена привет приходи в плюсом и здесь пообсуждаем пообщаемся вот просто люди приезжают попрактиковать уделить время йоги отдохнуть вдохновиться вот на сезон то что конечно это учеба она очень вдохновляет и я уверена что я вернусь буду гораздо более вдохновленно и писать посты и проводить занятия и я уверена что она еще будет сюда постоянно ездить потому что подсаживаешься да а я что я уже поселась первого раза самого и все и на вторую учительская будем нам каждый год ну как я же забираюсь этого этого через год опять тоже надо вот так потому что нет другой такой практике непосредственно у себя вот я тоже только что привела прямой эфир и сказала что ну невозможно в принципе в городских условиях когда ты много работаешь решится только первых отрешится на глубоко входить в позицию да вообще ну к сожалению у меня не получается получается а здесь получается и вот казалось бы ночью такого да ну вот и вашего глубоко в позиции мы просто войти глубоко в позицию это не значит просто принять глубокое положение на такое-то тело а это значит у тебя внутри все работает как надо вот и уже совершенно и мозг работает по-другому сознание работает значит по-другому вот вот и соответственно качество жизни другое совершенно другое качество жизни то есть понимаете у меня нету цели выполнять все позиции супер глубоко и супер идеально у меня есть цель развиваться духовно интеллектуально вот и это все можно делать с помощью практики хатха йоги как начать медитировать в stories я недавно же по-моему даже ваш вопрос на был stories медитация это шестая ступень хатха йоги практики чтобы начать медитировать сначала нужно практиковать асаны вот чтобы подготовить себя к медитации вот поверьте вот мы здесь все есть на нашем курсе но люди практикуют там кто 10 лет кто там 15 лет вот но может быть там 6 лет я не знаю сколько тут еще люди практикуют очень много люди практикуют и на 10 медитация 50 минут и это очень тяжело практически всем вот поэтому когда мне говорят люди что они хотят медитировать я все время говорю вы сначала асана практикуйте но хотя бы года два года два не ну что ты можешь ответить этот вопрос постоянно про медитацию я хочу сказать что надо начинать с мало ну где-то наверное 15-20 минут удобно садиться и пробовать просто расслабить голову расслабить мозг просто прислушаться к своим ощущениям и понаблюдать за собой я думаю это самое начало правда наблюдать за тем какие ощущения в теме если боль наблюдать за вами сможет не практиковавший асана 20 минут сидеть ровно наблюдать за за ощущениями мне естественно физика нужно для того и говоришь нашу шок тело было готово не просто есть у людей у которых принц раскрыта раскрыта не раскрытия таких мало все смотри если американский подход брать то в принципе есть медитативные стулья подушки то есть в принципе для того чтобы расслабиться для чего общей медитации вообще зачем хотят люди медитировать ведь зачем вы хотите медитировать модно это не на нужно это не ответ я думаю что нет модно это не ответ медитировать зачем люди хотят затем чтобы в суете городской найти тишину покой расслабление правильно но для этого не обязательно медитировать вы лучше практики практикуйте асана лучше нет асаны понятно это физический уровень сесть например здесь немножко расслабиться тоже хорошим уровнем вот асаны практикуйте асана расслабиться на какой медитации медитации все ваши происходит даже не ну в принципе можно попрактиковать например какие-то асаны тут же прямой вопрос по поводу медитации я думаю что это вообще на самом деле есть такая техника расслабления удаление йога начинается понимаешь просто медитация это не расслабление расслабление медитации это разные для того чтобы медитировать нужно сначала расслабиться это понятно а чтобы мощь расслабиться в этом положении нужно практиковать ну вот например мы сейчас здесь очень вот я радуюсь по хардкору и я радоваться не могу ну это пушка хардкору практику ну потому что все болит значит так да сколько стоит обучение вижу я вашего форо сейчас а у нас обучение стоит во-первых вся информация есть на сайте школы обучение о чем не говорить на второй учительский курс перед первым учительском нужно сколько пять лет практиковать правильно нет по-моему 3 мне кажется три это перед йога терапия перед учительским пять лет да кстати если что да вот то есть просто так поехать с бухты-барахты но это всегда видно кто приехал звук обороты базовые кто приехал звук табора ты всегда видно что кто приехал в бухты-барахты а кто приехал реально практиковал до этого даже если гибкий все равно но видно по нему он приехал с бухты-барахты не стоит прижать с бухты-барахты сначала возьмите все от практики что вы можете взять своем городе а потом уже приезжать на меня так у меня короче цена значит второй учительский стыл ну все либо ты можем спон с ним очень видимо богатые мы не можем вспомнить еще 200 евро примерно а может и что нет еще до 50 до плюс что еще это проживание питания и практику трансфер и плюс еще к этому трансфер данный данный по 60 евро какое кто-то на самолете летит до плюс на перелет соответственно перед но и здесь деньги нужны понят покушать нам они рождение орла нужно белая на день рождение скидываются до формы белая до школа называется патанжели интернешнл йога фаундэйшн вы можете меня в шапке профиля написано пив так видеть и привет привет вот так что так посмотрю какие были еще вопросы потому тут что вы думаете по поводу крей я очень хорошо только сумму по поводу кри единственное что ваш вопрос может быть двоякий либо вы имеете ввиду крию очищай очищающие техники либо вы имеете ввиду крии йогу это направление йоги но я принципе пробовал это это очищающие техники я не то что думаю тут даже думать нечего и их просто необходимо выполнять всем не на сегодня стала пораньше и очень громко это взяла ход к йоге продать отдельный вес самой первой без 3 вы просто но он не сможете добиться в йоге а чем панского портре и ну тогда он сказал что невозможно не практиковать не медитировать если грязное тело помнишь он говорил что привел пример такой вот вы утром встаете рано садитесь хотите медитировать теле не получше не получается хочется спать да значит не готовы к медитации вы идете на коврик на коврике вы встаете наклоняетесь что не пустое чаяла дело не пускать значит что она грязная значит наделка грей то есть каждый раз откатываемся назад когда вы будете поделайте креи три месяца пробуйте опять тело у тела пускай значит остаетесь на стадии асан да и так вот есть вот 77 ступеней в хатха йоги так постепенно вы доберетесь до медитации вот и сможете же медитировать поэтому креем и относимся это что хорошо мы даже не обсуждаем это как асана это само собой так домой поеду в конце ноября режим у нас какой у нас первая практика в зале в 730 но до этого нам нужно встать и поделать креи самостоятельно вот если честно я еще ни разу это не делала у тебя адаптацию меня было но не на сегодня сделала и 1 раза завтрак не присоединюсь вот значит им 31 практика потом в 10 у нас завтра 10 20 завтрак потом у нас сейчас вот перерыв в 2 30 лекция после лекции у нас в 5 практика в 7 20 ужин 8 45 медитации такой у нас прекрасный режим идеальный режим так как я отношусь к йоге лица ну надо посмотреть что это именно тоже разное бывает йога лица бывает хорошее бывает ужасное так как еще вопросы на каком языке я уже ответила выше если у нас есть учитель который говорит на английском он индус тогда нам переводит на русский группа нас только для русских новичкам и для новичков тут есть в марте им для белорусов и для украинцев все есть ну да у нас есть из белоруссии из украины там русскоговорящий да есть марте здесь называется базовый курс двухнедельный вот тогда могут приехать по улице ты год уже практикуешь туда можешь приехать вот там такая как раз для начинающих ну как хотя бы год должна быть практика но говорят там же тендра забывает что это начинающие но нечет они ему напомнят очищающие техники дома про них отметили как думаете спорт опускает мышцы тоже 1 простая х require силовой но видимо да ну неё на этом у какой силовой спорт вообще для женщин тоновая тяга опускает соответственно мышца тазова дна опускается матка если соответственно не уделяется внимание мышцам тазового дна в другом аспекте не только в силовом то есть это нужно делать и растяжку, нужно укреплять мышцы тазового дна и пресса. Если этого нет, вы сразу начинаете с силовых нагрузок вообще легко, все может опуститься. Согласись? Витя спрашивает, не 8 ли ступеней? Нет, Витя, есть 8 ступеней патанджали йоги, или еще называют это аштанга йога, или раджа йога, это одно, а есть 7 ступеней хатха йоги, и начало ты выполняешь, ну как бы считается так, что ты прошел 7 ступеней хатха йоги, и тогда ты готов уже к практике 8 ступеней патанджали йоги, это немножко разные вещи, патанджали йоги описано, 8 ступеней описано в йогу сутрах, 7 ступеней описано в гиранде самхите. Вот у меня был семинар в Ганге на эту тему, а ты в этот момент ввел что-то другое, игру эту, вашу. Какие вы с Ниной классные. Не на ест. Я вечное пицто все время ем. Да. Икру красную я не ем. В Москве нет, нету курсов нашей школы, но есть семинары. Вот. Во-первых, вы можете пойти к преподавателям Ланка-Веганка нашей школы, например, ко мне. Вот. Ну еще я не единственный преподаватель нашей школы, которая есть в Москве. Плюс летом, ну даже не летом, а в конце апреля, вот Татьяна, она приезжает в Москву и проводит там 4 обычных семинара в Москве, вот. Можно, в принципе, или, по-моему, кто угодно может на него записаться, прийти и посмотреть вообще там, например, подходит себе вообще подход или нет. и решить уже, хочешь ли ты ехать в Индию или нет, вот. Но я бы на вашем месте поехала бы, ну я Ланка-Веганка так примерно представляю, что вы за человеком, возможно, они права, но мне так кажется. Я думаю, вам можно поехать в марте, который в марте курс. Вот. Значит, что еще? А в марте этого года, со 2 по 10, у меня пройдет йога-тур на Пхукете. Мы там уже будем собираться в третий раз. Это будет очень крутой тур. Там будет йога два раза в день. Там будут лучшие пляжи Пхукете, на которые мы будем все дружно ездить. Там будет веганское трехразовое, просто с очень вкусным питанием. И я всех туда приглашаю. Совсем недавно был пост на эту тему. Там так и написано. Йога-тур на Пхукете. Вы в Кришну верите? Я верю, в принципе, в высшие силы. Я не разделяю... Привет. Я просто верю в высшие силы, я не разделяю их на... Имена им разные не даю. Ну, я тебе послала... Ладненько, все, всем пока. Буду я сейчас... Не знаю, что почитать. Либо Хадхарат Навали, первоисточник. Ну, не изучайся. Либо Пелевина. Не знаю, что мне делать, что мне сделать. Не классное чтение, которое меня развивает или которое меня тащит на дно. Иногда на дно тоже хочется потащиться. Все, всем пока.